Серега даже пытался читать рэп и называл себя из дейпс. С этого аккаунта в 2012 он вот так шутил про еврейскую баню, намекая на печи Освенцима. Когда случился Майдан и был сдан Крым, на горизонте замаячила перспектива чего-то жареного, Стерненко начал выпрыгивать из штанов, чтобы показать свою значимость тут на месте. Он показывал, что делает важное дело на информационном поле. В окопе от него будет явно меньше пользы. Уже тогда понимал, где будет теплее под защитой у спецслужб и государства. Ну и собственно то, что он трус, мы узнали от него самого. Если россияне захоплять Одессу, то нам придется в лучшем случае звезти ехать.